IT-бизнес в Доминикане как альтернатива российскому рынку. В последнее время IT-предприниматели России на собственном опыте убедились, что цифровой бизнес в России теряет свои перспективы. Почему, вы сейчас узнаете. Ложные обещания. Совсем недавно правительство России анонсировало прекрасную новость о снижении налогов и предоставлении госзаказов отечественным IT-компаниям. Но озвученный комплекс поддержки цифрового бизнеса, который, кстати, не был еще реализован, был полностью нивелирован другими неприятными обстоятельствами. А именно, нездоровым вниманием властей к отрасли. В крупных IT-компаниях прошли проверки, обыски, задержания, были возбуждены уголовные дела. Действия контролирующих органов явно противоречат заявлению властей о политике поддержки IT-индустрии. По мнению профессионалов, последние обыски и аресты в крупных IT-компаниях вряд ли возможно сгладить низкими налогами и государственными контрактами. Компании не могут сконцентрироваться на работе и развитии. Чувство нестабильности и неуверенности в перспективах бизнеса в российской юрисдикции подталкивает предпринимателей на решительные действия по переносу бизнеса в другие страны. Ситуация с IT-бизнесом в России привела к необходимости смены юрисдикции для многих IT-компаний. Данный шаг может стать оптимальным решением в условиях нестабильности и противоречий в действии властей государства. Виртуальный бизнес в реальном раю на земле Если вы устали от реалий российского IT-бизнеса и вы планируете зарегистрировать IT-компанию и рассматриваете различные юрисдикции, отличным вариантом может стать Доминикана. Солнце, пляж, фрукты, льготное налогообложение, лояльное отношение правительства к инвесторам, надежный банкинг – вот что Доминикана может предложить IT-компания. А у нас встречный вопрос. Ввиду явных преимуществ Доминиканской республики, вы еще в России? Если да, мы подскажем, как эмигрировать и зарегистрировать бизнес на острове. Чем интересна Доминикана для айтишников? Доминиканская республика – небольшое самостоятельное государство, расположенное в Карибском бассейне между Северной и Южной Америкой. По сути, Доминикана является воротами в США. В Доминикане прекрасный климат, поэтому тут развек туризм. Но кроме этого, в Доминикане активно развивается экономика и созданы лучшие в регионе условия для ведения IT-бизнеса. Преимущества данной юрисдикции очевидны. Предлагаем пройтись по ним. Выгоды доминиканской юрисдикции для IT-компании. Первое. Простые условия для регистрации компании. Зарегистрировать компанию в Доминикане можно за одни сутки. Требуется минимальный пакет документов. Отсутствуют требования к учредителям. Второе. Стратегическое расположение юрисдикции. Доминикана расположена близко к США, известному мировому IT-центру. Третье. Лояльная налоговая политика в отношении инвесторов в сфере IT. Для юридических лиц правительство разработало простую и понятную базу. В перечень налоговых обязательств любой компании входят налог на прибыль 25%, на активы 1%, на прирост капитала 25% от разницы между номинальной и продажной ценой, НДС 16%, существует ряд товаров, для которых ставка равна 0%, на акцизный сбор. При условии ведения бизнеса вне территории Доминиканы компания может быть освобождена от налога на прибыль. Четвертое. Поддержка бизнеса правительством. В Доминикане нет такого давления со стороны государственных органов на IT-предприятие, как в России. Бизнесмены могут вести все дела онлайн, минимизировав контакты с различными ведомствами. А еще в данной юрисдикции нет такого числа проверок, которые проходят в РФ. Пятое. Высокая конфиденциальность. Бизнес в Доминикане привлекает высокой надежностью и конфиденциальностью информации. Доминикана не участвует в автоматическом обмене данных с РФ, не является участником системы СССР. Более того, банки Доминиканы очень ответственно относятся к вопросу хранения банковской тайны. Шестое. Отсутствие требований к IT-компаниям. Российские предприниматели могут учредить в Доминикане ИП без ограничений и дополнительных условий. Данная компания контролируется полностью собственником, который может выступать одновременно и учредителем, и директором фирмы. Также популярны и компании с ограниченной ответственностью, которые также подходят для ведения IT-деятельности. Седьмое. Безопасная эпидемиологическая обстановка в плане COVID-19. Доминикана – одна из стран в мире, с которым можно брать пример борьбы с коронавирусом. Вовремя принятые эффективные меры исключили распространение инфекции на острове. Сегодня в Доминикане COVID-19 нет. Благодаря этому Доминиканская республика может позиционировать себя как самое безопасное государство в мире. Восьмое. Лето, круглый год и отличный климат. Может, это и косвенные факторы, но в любом случае бизнес в курортной зоне привлекает возможностью первоклассного отдыха. Девятое. Простота оформления ВНЖ. Общий иммиграционный процесс простой и доступный. Начинается все с оформления визы. Далее можно претендовать на ВНЖ. Доминиканская республика – государство, которое во многих отношениях считается доступным и удобным для постоянного места жительства. Это объясняется лояльностью местного законодательства и отсутствием многих бюрократических сложностей, с которыми сталкиваются иммигранты других стран. Выше перечисленные факторы способствуют переезду IT-компаний и IT-специалистов из России в Доминикану. Как это сделать практически? В этом мы сейчас разберемся. Как переехать в Доминикану? Учреждение IT-бизнеса – это весомый повод для переезда. Иммиграция в Доминикану – регламентированный процесс. Юридическое сопровождение данной процедуры стоит от 1500 долларов США. Включает в себя оформление резидентской визы и получение седулы. От заявителя потребуются документы, загранпаспорт, фотографии на документы, медицинская справка специальной формы 86-у, выписка с банковского счета, свидетельство о рождении детей, о бракосочетании, о расторжении брака, справка из Министерства внутренних дел об отсутствии судимости. Документы должны быть официально переведены на испанский язык и копии заверены нотариально. Заявление на резидентскую визу подается в консульство в Москве. Рассматривается прошение в течение 2-4 недель. Получив одобрение, следует в течение месяца прилететь в Доминикану для оформления ВНЖ. Там соискатель подает заявление на временное резидентство, оригиналы документов, а также проходит медосмотр. Примерно 6 месяцев длится период рассмотрения заявки. В большинстве случаев итог получения карты временного резидента Доминиканы – седулы. Регистрация IT-компаний в Доминиканской Республике – это просто. А теперь рассмотрим второй немаловажный вопрос, волнующий всех айтишников, планирующих поменять юрисдикцию для своего бизнеса. Это формальности регистрации новой компании в Доминикане. Итак, пройдемся по основным аспектам. Регистрация компаний в Доминикане возможна в двух организационно-правовых формах – индивидуальное предприятие EIRL и аналог русскому общества с ограниченной ответственностью SRL. Каждая компания имеет свои особенности и преимущества. Выбор остается за учредителем. Следует отметить, что SRL предусматривает фиксированный законом стартовый капитал в 100 000 долларов. Ответственность акционеров ограничена. EIRL предусматривает одного учредителя. Устав с законом не регулируется. Компания принадлежит одному человеку. Ответственность партнеров ограничена вкладами. Фактическое управление осуществляет генеральный партнер – учредитель компании. Для регистрации IT-компании нужен будет загранпаспорт или ID. Этапы регистрации SRL. 1. Получение свидетельства о коммерческом наименовании. 2. Редактирование и подписание устава компании, его регистрация у нотариуса и в торговой палате. 3. Получение свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 4. Получение свидетельства о постановке на учет в НИ. 5. Изготовление печати. 6. Открытие счета. Открытие EIRL проходит по такой же схеме, за исключением необходимости учредителю компании лично подать заявление в банк на открытие депозита и внести на счет 10 000 песо. Остальные действия можно осуществлять удаленно через нанятого адвоката. Цена регистрации компании в Доминикане составляет на сегодня от 900 долларов. Важное примечание. Получение ВНЖ и открытие компании в каждом случае сугубо индивидуальный процесс. При подаче заявки на выполнение услуги ваши обстоятельства будут рассмотрены индивидуально. Также в индивидуальном порядке будет рассчитана и цена на предоставление услуги. Преимущества Доминиканы для развития IT-бизнеса. Доминикана – идеальная юрисдикция для учреждений и развития бизнеса в сфере информационных технологий. Сюда устремляются айтишники из России в надежде пережить неблагоприятные обстоятельства, возникшие на родине. Лояльное отношение правительства, гибкая налоговая база, понятные законы, простая процедура регистрации компании, стратегическое расположение страны позволяют IT-сфере стремительно развиваться. Какие типы компаний чаще всего используют айтишники в Доминикане? Для IT-бизнеса в Доминикане оптимально подходят следующие бизнес-структуры – EIRL и SRL. Первое – это полный аналог ИП. SRL – это аналог общества с ограниченной ответственностью. Что лучше? Каждый бизнесмен решает сам для себя. Учитывать следуют обстоятельства. EIRL, как правило, принадлежит всецело учредителю, который может быть и директором. SRL – это компания, которая создается партнерами. Поэтому, если у вас совместный бизнес, логичнее всего учредить SRL. Что нужно для учреждения IT-бизнеса в Доминиканской республике? Правительство Доминиканы не препятствует всем желающим открыть IT-компанию в республике. Учредить фирму может лицо без доминиканского гражданства, не резидент страны. От заявителя потребуется только загранпаспорт. Важным этапом также является подготовка к регистрации IT-компании. Чтобы регистрация фирмы прошла успешно, нужно позаботиться о выборе уникального наименования для компании и предоставить следующие сведения. Данные об акционерах, бизнес-план, структуру компании, размер уставного капитала. Все остальные формальности по учреждению IT-бизнеса в Доминикане возьмет на себя адвокат, сопровождающий процедуру регистрации фирмы. Субтитры создавал DimaTorzok